Всем привет! В предыдущем выпуске я рассказал о том, какими фонарями я пользуюсь при исследовании подземных объектов и заброшенных мест. А сейчас мы поговорим об экипировке, которая потребуется при посещении гидротехнических коллекторов и просто мест, которые могут быть частично затопленными. Итак, про свет я немножечко рассказал. Следующим пунктом, максимально важным при посещении подземки, наверное, является то, во что одеться. И основной момент это, естественно, что мы одеваем на ноги, потому что я в основном хожу по гидротеху. Это подземные речки, это канализация, это дренажные системы, это какие-то гидроузлы. Естественно, в подобных местах я сталкиваюсь с тем, что там вода, естественно. Поэтому, сейчас я быстренько покажу, что я использую для того, чтобы беспрепятственно передвигаться по воде. Значит, первый вариант это бахилы ОЗК. Я ими пользуюсь крайне редко. Это бахилы от общего искового защитного комплекта. Вот так вот они выглядят. Вот я покажу. Одеваются они поверх обуви на любую обувь. То есть это могут быть кроссовки, сапоги. Абсолютно любая обувь. Они одеваются поверх обуви, фиксируются специальными резиновыми такими вот ремешками на кнопке. И подвязываются к ремню, к брюхам. Из плюсов бахилы ОЗК, какие имеют плюсы бахилы ОЗК, компактность, легкость, то, что их можно всегда взять с собой на машине, без машины, без разницы. То есть бросил их в рюкзак, если видишь, что в своей обуви не пройдешь, затоплено, грязь, надел на обувь, быстро опять же, и в них пошел. Сразу скажу такой маленький лайфхак. У меня вот любимая обувь – это сапоги. Резиновые сапоги. А с чем это связано? Не раз сталкивался с такой ситуацией, когда я ходил с кем-то на объекты. Например, с напарником, с товарищами. И они были в Берцах и в какой-то участок. То есть мы шли, например, в какой-то цех, на какой-то завод. И мы даже не предполагали, что там может быть вода, что там может быть затоплено. Но сталкивались с тем, что мы подходили к какому-то участку, и он оказался слегка затоплен. И товарищи в Берцах уже не могли пройти. То есть либо они не могли пройти, либо они мочили ноги, либо им надо было разуваться, идти босиком, потом одевать Берца. Проблема все заключается в том, что напарник у меня не любит носить, ходить в сапогах. Поэтому сапоги, в принципе, это вот такой вот универсальный вариант. Когда ты идешь на объект и не знаешь, что тебя там ждет в плане наличия и отсутствия воды, то, в принципе, сапоги очень часто помогают решить эту проблему, когда вдруг внезапно оказываешься перед затопленным участком, слегка затопленным. И даже по некоторым подземным речкам вполне комфортно можно ходить в сапогах. Моя любимая форма одежды для подземного гидротеха – это заброды. Это уже рыбацкая форма одежды. То есть это такой вот, как называют еще их, рыбацкий полукомбинезон. Здесь полноценные сапоги. И сделано это все полукомбинезоном. Значит, из плюсов подобной формы одежды – это то, что в них можно ходить по очень сильно затопленным местам. То есть даже выше пояса где-то глубина вот такая вот, самая большая, где я ходил, не заливаясь. Надежность большая, чем у тех же самых бахил ОЗК. Менее скользкая подошва, чем у бахил ОЗК или костюма химзащиты. Из минусов – значительно больший вес и значительно больший объем, который они занимают в вашем рюкзаке, пакете или с чем вы ходите на объект. Вот, поскольку я в основном езжу на объекты на машине, поэтому меня как бы совершенно этот вопрос не заботит. У меня всегда лежат заброды, а то и не одни в багажнике. Вот. Ну и еще того, чего у меня сейчас с собой нету – это так называемый химса, костюм химзащиты армейский. Чем он отличается от бахил ОЗК? Он сделан тоже полукомбинезоном, как заброды, только он значительно более легкий, чем заброды, и надевается на ум. Значит, применение с забродами практически одинаковое, минусы только в более скользкой подошве, и есть большая вероятность на каком-нибудь остром камушке пробить сапог, подошву, нежели в забродах, потому что там толстая надежная подошва, в которой себя очень уверенно чувствуешь. В следующем выпуске мы поговорим об альпинистском и другом специализированном снаряжении, которое позволяет попадать в различные труднодоступные места. А сейчас я прощаюсь с вами. Удачи вам, дорогие друзья! И не забывайте поставить лайк и подписаться на наш канал, если вы этого еще не сделали. До новых встреч!